Не выходи из комнаты, не совершай ошибку Зачем тебе солнце, если ты куришь в шипку? За дверью бессмысленно всё, особенно возглас счастья Только в уборную, и сразу же возвращайся О, не выходи из комнаты, не вызывай мотор Потому что пространство сделано из коридора И кончается счётчиком, а если войдёт живая Пасть разевая, выгоняя, не раздевая Не выходи из комнаты, считай, что тебя продумал Что интереснее на свете, стены и стула Зачем выходить оттуда, куда вернёшься вечером Таким же, каким ты был, тем более изувеченным О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босоног В пальцах на голое тело, в туфках на босу ноги В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной Ты написал много букв, ещё одна будет лишней Ксень, мы тут все знали Иосифа, кроме вас Да Вы, значит, находитесь в положении молодого человека Молодой женщины, которая свидетель уже постбродского периода И мифов о нём Да Я представитель поколения, в котором, вот, как мы вчера Обсуждали, он был практически как цой Вот Это тоже тема, которая нам кажется странной Вот массовая, массовая культура Напротив дома, где жил Бродский На школьном заборе, это стена, жёлтая такая стена, питерская Глухая, неровная И вот такая бесконечно, бесконечно послевоенная, я бы сказала Я с детства такие стены знаю Я знаю запах, эта штука На неё была калька переведена, это как-то на плёнке делается Портрет Бродского Вот Бродский стоит и смотрит на свои окна По-моему, лучшей идеей не было, а праздновать его юбилей Набежали и дальше, всё началось как на Руси Набежала тётка завхоз этой школы Сказала, что ей влетит, она штрафы платить не будет Ей закон на стенах ничего не рисовали, граффити То-сё И вот они замазали Они опять его замазали То есть он Ну, это такая действительно довольно странная история Но её в некотором роде тоже можно понять Потому что она отвечает за внешний вид своей стены И ей действительно бы влетело Очевидно, всё-таки, может быть, надо было как-то с ней это согласовать Вообще история, конечно, довольно безумная С этим, так сказать, вот С картинкой, которая то появляется, то, значит, опять замазывается Но такая абсурдная, абсурдная история А тётенька это, ну, я думаю, что вряд ли она такая вандалистка Вот, просто боится, боится ответственности Ну да, да, конечно Можно мне слово? Да, Сашуль? Я хотел сказать только одно Что представим себе Это не я, передумал Вот уже весь интернет гудит Что изобразили не Бродского Ну, мало ли кого изображают, правда? Например, Путина И интересно, тогда она тоже бы закрасила Путина или нет? Да, конечно Закрасила бы Путина? Закрасила, потому что Я просто Я наводил Наводил, Саш, я наводил некоторые справки И действительно, она, так сказать, отвечает за чистоту стены Кто бы там ни был, там, я не знаю Ну, может, Владимиру Владимировичу бы нарисовали Тогда бы ещё как-то подумали Вот А всех остальных, я думаю, закрасили бы Это не выпад против Иосифа Александровича Хотя история совершенно, конечно, безумная Да, да, если бы это был Иосиф Сесерион, то проблема была бы неразрешимая абсолютно Можно ли тронуть, да, императора Но здесь хитрее Понимаете, в чём дело? Мы как раз это обсуждали в нашей программе Она вот вышла От Петербурга Мы как раз обсуждали эту историю Значит, там Понимаете, если вот изображение Если смотреть просто Вообще вот этот Я даже не знаю, как это назвать Здесь же нарушается не просто стена То есть чистота стены Потому что они сделали стену грязнее, чем она была Нет Конечно Здесь затрагиваются какие-то более глубинные вещи Если бы здесь был портрет Путина То вы понимаете, как у опасности подвергся портрет Путина Как портрет любой певицы, которая висит на афише Глаза бы выкололи и усы прорисовали Он стал бы как Песков А Песков стоит ниже его В этой, в иерархии Рангом-то ниже То есть нельзя подвергать В случае, если это Путин Или, ну не знаю, Беглов, Собянин То есть кто-то высокопоставленный Нельзя подвергать императорскую особу Возможным унижением Она сакральна Сакральные фигуры Потому и не вывешивают Вот так просто Потому что над ней можно надругаться А Бродский вроде фигура не сакральная Ну то есть она любимая там И ушла в народ Но она не сакральная Поэтому Глаза наши этого не видели Ну да Так что это, да Идея была сопряженная действительно С опасностью И для той, и для другой стороны В результате Вы знаете, что касается Вот ухода в народ То это, конечно, поразительная история Потому что, насколько я понимаю Вот Иосиф Александрович Один из самых продаваемых Авторов Его же непрерывно В общем Постоянно издают Уже если Представить себе тиражи Его книг в России Это фантастические Фантастические цифры И тем не менее Это действительно удивительное дело В нескольких отношениях Вот Я думаю, что Ни один Из вообще В мире Поэтов Писателей При жизни Не возбуждал такой интерес исследователей Ведь еще когда Иосиф был жив Слава Богу Ну, первое Насколько я помню Вот, Саша, может, меня поправит Это Вышла в В 1984 году Монография Крепса, да? И Потом начались Уже при жизни Огромное количество Публикаций Исследовательских В Печати Книги Ну, не говоря о том Что уже теперь Это вот у меня за спиной Полка Половина которой Это монографии Значит На разные темы О Бруцком Это вот Я довольно часто Об этом, надо сказать Думаю Что же В чем секрет Ведь дело не только В Уровне его Таланта Тут еще Так сказать Какая-то Очевидно Загадка Какая-то Таинственность Того Что он Выстроил Вот И То, что Тянет Людей Разгадать Это дело Это вообще Очень любопытно А что касается Просто популярности У читателей То Как-то Вот я был Уже некоторое время Назад В таком Молодежном Клубе Самый старший Был 25 лет Все остальные Значительно Моложе И когда Со сцены Читали его стихи И кто-то запинался То зал Хором подсказывал Потому что Вот Там Причем У них там Было Придумано Хорошо Чтобы Бесплатно войти Надо было Прочитать стихотворение Бродского Тогда тебя пропускали Бесплатно А если Значит Ты не прочитал Тогда плати Там довольно Дорогой был Дорогой билет Вот То есть Эти Там добрая сотня Людей была Довольно большой зал И действительно Хором начинали Подсказывать Это Удивительное Явление Которое Тоже ждет Вот именно Этот аспект Ждет Своего Исследования Знаете Если мне позволено Будет добавить То Это нам Более Необычный Аспект Творчества Бродского Бродский Точно не рассчитан Был на Народную Любовь Бродский Был Одиночка Бродский Был Изотерик Бродский Разговаривал Не с народом Не с людьми Не с историей Даже А с языком Он однажды Про себя Сказал Я как иголка В сене Но Только ее Никто не ищет В другом месте Он написал Что Поэт В изгнании Это как На искусственный Спутник Земли Который улетел И все Больше возвращаться Ему незачем И Как мы хорошо помним В всяком случае С Яковом точно Кто был Настоящий Популярный поэт Ну конечно же Не Бродский И Тушенко Вот кто был Кумиром В то время Конечно И Бродский Я думал Прекрасно это знал Понимал И ненавидел Но Что меня поражает Во всем этом То что Люди Действительно Любят И знают Бродского Не потому Что у него Такая биография Или Нобелевская премия У Шолохова Тоже Нобелевская премия Но как Много мы читаем Наизусть Шолохова Меня поражает Другое Что когда вы В фейсбук Ставите любую строчку Бродского Ну не любую Но 100 строчек Бродского Ставьте И выскочит Немедленно Ответ на это Потому что Они не нуждаются В кавычках Бродский Не нуждается В кавычках Он вошел В язык Ну сколько У нас поэтов Которые вошли В язык Ну Пушкин Ну Есенин Ну Высоцкий Но вообще Их очень Очень мало Их в любом народе Мало Это редкость Величайшая А поэт В наше время Когда поэзию Вообще никто не читает Если читают 50 человек То это конечно Потрясающе И что Почему же это произошло Я совершенно С вами согласен Яков Для этого нужно Конечно По-настоящему Исследовать Есть такое понятие Социология чтения Что же так Потрясать Людей Бродским Почему они его цитируют Почему это стало гимном Не выходя из комнаты До смешного Да вот на это Он точно не рассчитывал Он не рассчитывал На это совершенно Но это не значит Что он этого не хотел Почему-то все считают Что Бродский был Настолько глух К славе Что его она не интересовала Это тоже неправда Я даже Помню хорошо Что именно Ему интересовало И вот и все равно Слава не Среди нас Так сказать Людей более-менее Его поколения Которые его боготворили Я лично Отмечаю Этот юбилей Бродского 40 лет назад Первый раз Отмечал юбилей Бродского Когда ему было 40 лет Мы выпустили Альманахчая встреча Кстати 40-летие Это вообще Не литературный юбилей Ну Бродский Необычный писатель И поразительно Что же вот так Их привлекает Молодых поколений И именно Об этом мечтал Бродский Его интересовали Успех Не среди нас А среди наших детей И однажды Было на дне рождения У Бродского И там пришли Как всегда В таких случаях Взрослые родители Привезли взрослых Уже детей Ну не очень взрослых Но все-таки И Бродский Прямо к ним прилип И говорит Ну скажите Какие-нибудь словечки Необычные Вот что такое Ваше поколение говорит Они говорят Ну например Шнуруки в стакане Просто говорят Что это значит Родители дома Болеха отменяется Он пришел В полный восторг Я понимаю Мечта каждого Он уехал До этого же организма Конечно И мечта каждого писателя Мечта каждого писателя Перейти в другое поколение Это очень С немногими случается Это Обычно писатели Существуют Внутри своего поколения Вот Аксенов например Он сумел перебраться В другое поколение И его действительно Уже Постсоветской России Он снова Нашел себе читателей Но ничто не сравнит С успехом Бродского И отчизначально Это ураг Это говорит о том Что наше представление Об элите Об элитарном искусстве Оно все искусственное Вы знаете Ведь существует Например Джойс Ну труднее писателя нету Но есть комиксы По Джойсу Бродский Труднее поэта нету Но вот рисуют Граффити на стене Это говорит о том Что в конечном счете Высокое искусство Побеждает массовое И низкое А вы можете предположить Почему так произошло? Потому что Качество себя оправдывает Кто самый популярный Русский Режиссер Если не считать комедийных Тарковский конечно Но Тарковский Он ведь совсем не простой Я помню Когда я первый раз Мальчиком еще видел Тарковского Я сказал Что это безумно сложно Но постепенно Искусство Врастает в жизнь И оно побеждает Эту жизнь И не тиражи Решают все А именно Автономное Качество искусства Вот это свойство Имманентное достоинство Произведения искусства Оно всегда побеждает И именно поэтому Бродский победил всех Это поразительно конечно Это очень глубокая мысль Которую ты сказал И ее надо конечно Сесть и продумывать Изучать И найти какие-то методы Да Вот ты говоришь Там социология чтения Но это же сложнейший Какой-то предмет И подход То есть надо понимать Вот избранное поколение Ты выбираешь поколение От и до Какое-то Например Сейчас уже не говорят Что руки в стакане Эти люди уже седые Которые говорили тогда Что руки в стакане Все Это уже не говорят Говорят что-то совсем другое Это Надо выбрать какое-то поколение Надо изучить Вкусы этого поколения Это поколение Может страшно Оттолкнуть Исследователя То есть надо преодолев Как Михаил Леонович Гаспаров Изучал русский стих Преодолевая Возможное Отвращение Коллеги выражали Отвращение Тем поэтам Которых он изучал Но это русские поэты С русским стихосложением И вот они вот такие Значит Эти самые формы Стихотон идет Надо идти туда И узнавать Я сейчас слежу тоже В фейсбуке За разными спорами Об элитарности И нонэлитарности Вообще И в применении К Бродскому И в применении Вот к этому Злосчастному Значит Портрету Который мелькнул И исчез Как призр Петербургский Истинно петербургский Болотный призр Мелькнул и исчез Люди обсуждают И там Сейчас будут Новые расколы Сейчас опять будут Новые ссоры Потому что Есть разные виды Снобизма Это тоже интересная тема Разные виды Снобизма Один Значит Ну скажем Люди Условно говоря Тяготеющих К классической культуре Объявляются Снобами Поэтому Ну у них вкус Такой им больше нравится Но нет Они снобами Это плохо Люди Тяготеющих К цирковой Площадной И народной культуре Тоже объявляются Каким-то Значит Одни их называют Ну я не знаю Быдлом Другие Как вам не стыдно Кого бы то ни было Назвать быдлом Все Пошли Драться Стрельба пошла Со всех сторон Кто-то всегда В чем-то виноват Дело в том Что еще есть Такая позиция Что Если ты объявляешь То или иное Направление Пошлости То будто бы Ну вот и все Вот пошлость Вам сюда вход закрыт Но ведь пошлость Это совершенно Таинственная Маниша Масса русских Поэтов И писателей Территорий Вот это вот Таинственная Волшебная пошлость И этой пошлостью Таинственной Как писал Блок И так далее Да Ну Я с вашего решения Немножко вернусь К тому О чем мы уже говорили О чем Саша говорил Да Хотел Хотел или не хотел Вы знаете Вот это В смысле Вот такой Открытой популярности Это был процесс Потому что Я Так уж Вот Получилось Поскольку я помню Его с осени 57-го года Да Вот Сколько там 63 года прошло Да Был Вот этот Период Довольно Длительный Когда он Страстно Хотел Быть В народе Он очень Много читал В разных Аудиториях Не всегда Удачно Потому что Он иногда Встречал Вообще Абсолютное Неприятие И это Было Для него Крайне Неприятно Но Тем не менее Вот Ну Я Тоже Тогда Соответственно Сочинял стихи И Мы Довольно часто Выступали Вместе Там Два Три Чек Как-то Мы с ним И с Димой Бобышевым Читали В В этом самом В университетском Общежитии В котором он Неоднократно читал Читали В Консерватории Тогда вот он Познакомился С Борей Тищенко С которым Потом Дружил Много лет Ему Это было Чрезвычайно важно Важен был Отклик Он мог По телефону Написав Стихотворение Читать его Читать его По телефону Аудитория Была Очень нужна Вот Шествие Ведь такая Гигантская вещь Но Он Неоднократно Читал Все От начала До конца Уже Наскослушатели Иногда Начинали погибать Потому что Это действительно Очень тяжелое Огромное Громоздкое Так сказать Здание Да еще Как он читал Надо Вспомнить Я помню Это был Вечер Вот Незадолго Уже до Это был Конец 63-го года Незадолго До всех Этих Историй Чудовищных С фельетонами Там Арестами И так далее Ефим Григорь Четкин Пригласил Его Читать На своем Вечере Такие Он вел Вечера В Союзе Писателей Впервые На русском Языке И Иосиф Читал Галчинского Польское Знамя Польское Знамя Табрука Встречает Под Нарвиком Друга Встречает Как мертвого Сына Знамена Монте Кассино Это Вообще Очень заводные Стихи Такие Но Это еще Как он Это читал И рядом Со мной Сидела Переводчица Покойная К сожалению Галя Островская Очень я бы сказал Такая Несколько Брутальная Дама Ей стало плохо Физически От этого Напора Он читал Совершенно Фантастически Далеко не все Это принимали Но тем не менее И это было Вот такое впечатление Что он В этот момент Пишутся стихи Вот такой Некий Единый Единый Процесс И И поэтому Он Вот испытывал Все это На аудитории Действительно Постепенно Саша Совершенно прав Так сказать Вообще Как поменялся Поменялась Так сказать Стилистика Вот эта Открытая эмоция Ушла Фактически Почти ушла Из его стихов Там последних 15-20 лет Так очевидно И ушла Эта потребность В прямом Контакте С аудиторией Но это тоже В общем Очень Важный Вот казалось бы Написаны уже Тысячи работ Вот книги Масса материала Еще И проблем Которые предстоят Значит Будущим Исследователям В том числе Вот и Это Бродский Эмир Вы помните Момент Когда он Уезжал Как это было Естественно Я его провожал Хорошо помню Можете рассказать Немножко Ой Ну господи Что Ну я Был у него Накануне Но Там Много Толпилось Народу Я ему сказал Что Я не буду Так Занимать Время и пространство Завтра мы утром Увидимся Он сказал Там Ценю твою деликатность И Потом мы встретились Уже Рано утром Соответственно В аэропорту Ну Достаточно Мучительная Была процедура У нас было Не знаю Человек 10 Наверное В общем И Когда мы с ним Уже прощались Мы как-то В какой-то момент Оказались В таком Как-то В этом Предбаннике Из которого Уже уходят Вдвоем И Я ему сказал До свидания Он уходил Таможенница Которая При этом присутствовала Скала В этих случаях Надо говорить Прощайте Ну Так Вполне Вполне Доброжелание Да Нет Это было Да И Он Несколько раз Говорил Что Ну Надо Чтобы Это было Скорее Потому что Это уже Невозможно Процедура Прощания Так сказать Расставания Это действительно Было Очень мучительно Но Потом Мы там Несколько Человек Приехали Вернулись К родителям Значит На В дом Мурузи И Михаил Саич Мильчик Совершил Так сказать Замечательный Культурный Подвиг Он Как известно Сфотографировал Вот Комнату Иосифа Он До Сантиметра Всю Сфотографировал Ее можно Воссоздать Сейчас Если Дело До этого Дойдет Потому что И мебели Сохранилось Тоже Довольно Много И книги Сохранились И все Это Довольно Длительное Время Мой сын Делал Свои Школьные Уроки За столом За столом Иосифа Александровича В общем Не очень Не очень Это Осознавая И я помню Его письменный стол Я конечно Не очень Но я конечно Внимательно Изучил Все что на нем Было Там Стоял Огромный Двухтонный Английский Словарь Гондола Который он Называл Гондола Бумажка Екатерининские Деньги Приклеены Были И Это конечно Все было Замешено И он Сказал Что у него Письменный стол У него был Роскошный Старинный Антикварный Письменный стол Я даже знаю Где такие покупают На самом деле Это не безумные деньги Но первый его стол Он говорит Он купил дверь Вместо стола Он купил дверь Дверь стоит очень дешево За 50 долларов Можно купить дверь И положил ее На книге И таким образом Получился Письменный стол Это был первый Письменный стол Бродского в Америке Вообще Это ужасно Интересно Такие вещи Я не знаю Мой товарищ Тайваш Тоже Парамонов Всегда говорит Что писателю Не нужно Заземления Никакое Он живет В эфире Но на самом деле Так и живет На земле И мне всегда Было страшно Интересно Как живет Писатель Это очень много Говорит о нем И подсказывает Все Ну например Его любимое место Провенстаун Все знают Теперь Колыбельный Тресковый мыс Кипкода И там написано Что Улица идет Как расстегнутая Рубашка С кухонами фонарей А что это значит Если вы не были В Провенстауне Вы никогда не узнаете Дело в том Что в Провенстауне Есть только одна улица Коммершал стрит И на ней Фонари стоят Только на одной стороне Понятнее Почему Просто это знают И когда вы были В этом месте Вы это знаете Я был у него В гостях В его домике В Новой Англии Где он преподавал Ну да В Шаутхедер 11 студентов Из четырех университетов И все эти студенты Никогда в жизни Его не забудут И у него Он хвастался тем Что в этой Маленьком Каморке В сущности Где он жил тогда Половицы были Очень широкие Он говорит Потому что Это из дома Которые спасли После того Поставили дамбу И залили Это место Где стоял дом Но половицы спасли Вот какие у меня Старые половицы По-моему Все это ужасно Симпатично Но что касается Танинных слов Про пошлость И про все Это То ведь знаете Как интересно Бродский Это как раз Соединял Разные пласты языка И он Как раз Не был Непожителем Наоборот Он шел в народ И знаете Кем он Кого у меня Более всего Пушкина Руслана Ленбила Считалась Похабной поэмой Которая соединяла С ними Непристойные пласты То же самое Есть и Бродского Я до сих пор Не знаю Как к этому Относиться Потому что У него есть слова И словаря Форцов Например Котлы швейцарские Швейцарские Это надо вообще Знать Что это такое Но это явно Такой Совершенно Неподходящий ему Словар Вот он то есть И делал Что он обменял Разные пласты И абсолютно Не чурался Низких слов Я не хочу Приводить примеры Наши братские стыни знали И я лично Им объяснял Что это такое Это было ужасно смешно Видимо все такие Вот вы наверное Лучше знаете У него была Какая-то дворовая практика Потому что Откуда у него Он же работал В разных странных местах На заводе В морге Ну да Ну что касается Языка форцовщиков У нас с ним был Общий Можно сказать Приятел Очень крупный форцовщик Дважды за это дело Сидевший Сейчас он в Германии И довольно успешно Кажется там Стал успешным Предпринимателем А тут Да И так Что было Было от кого Получить Прививку Прививку языка Конечно Ну там Причем он же это Культивировал Там представление Оно же все Вот большая вещь Которая построена На вот этой Низкой Низкой Сниженной До предела До предела Лексики Вот Причем Это Такого рода Стихи Вызывают Интерес Вот Такая Есть Сейчас И в интернете Это есть Программа Разные люди Читают Стихи Бродского Это Наша Такая Интернет Газета Очень популярная Фонтанка.ру Она Организовала Вот такие Чтения Там Вот Я что-то Там Прочитал И Мне очень Любопытно Было Выбор Людей Скажем Дмитрий Быков У которого Сложное Отношение С Бродским Он Прочитал Такое Далеко Не типичное Стихотворение Любовная Песнь Иванова Вот Есть такое У него Забавные Стихи Это Имитация Ну Вот Монолога Там Работяги У которого Жена Ушла Так что Действительно Язык Чрезвычайно Языковые Пласты Вот Саша Совершенно Прав Они Так сказать Прослаивают Его Всю Его Работу Хотя Это Конечно Такой Не самый Главный Все Таки Языковой 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 Пласт Знаете Это конечно Любовная Песнь Это Аллюзия На стихи Элиота В этом Конечно Любовная Силь Ленинграде Но Здесь В Америке Я был На каждом Чтении Никто Не пропускал Короче Говорю Это Было Маст И Бродский Читал Свои Стихи Точно С таким Азартом И напором В Америке Как Вы Рассказывали О России Причем Поразительно То Что Он С одной Стороны Он Читал Однажды Он Читал В магазине Душ В магазине Очень Мало Место Было Там И Все Стояли На улице И Слышали Что Такое Он Сказал Читал В часах Три Четыре Представьте Себе Ужасно У него тут Вокруг Рубашки Прямо На груди Пятно Расплывалось От пота И он Не останавливался Он Читал И читал И Я думаю Почему ему Так это важно Были Эти чтения Почему он Так Добросовестно Это делал Мне кажется Потому что Он проверял На слух Свои Стихи Звук Отделяться Способен На тел И для него Это было Необычайно Важно Причем Это было Не для зрителей Потому что Ему было Важно Как эти Стихи Звучат Как они живут Без текста Без бумаги Для меня Это было Мучительно Потому что Понять Поэтому он Читал Старые стихи И когда Вы просили Ну прочтите Новое Он сказал Ну зачем Это нужно Никто не поймет Это правда Потому что Для меня Читать стихи Слушать стихи Бродского Новый Который Я не читал На бумаге Был мучительно Я не понимал Что он говорит И по-моему Никто не понимал Но однажды У меня был Совершенно потрясающий опыт Это было Последнее чтение Стихов Бродского Многие из этих стихов Он сказал Он будет читать Ровно час И не будет Подписывать книги Потому что Это только для идиотов И конечно Я спрятал Свою книжку Которую принес Тоже И он читал Новые стихи Которые вошли Последнего сборника В окрестностях Афлантиды И Я ничего не понимал Но я записывал На обратной стороне Билета Те стихи Которые Каким-то образом Продвенены на впечатление После этого Я изучал Эту сборню В окрестностях Афлантиды Очень долго Я написал Может быть Первую рецензию На него И поэтому Я очень долго И внимательно Его читал Что меня поразило Что именно Те стихи Которые я отметил Оказались лучшими После того Как я их прочитал Сто раз Это значит Что стихи Действуют На человека Вне своего Содержания Именно я говорил Тот же самый Ильбот Который сказал Что содержание Это только Приманка Потому что На самом деле Стихи действуют Сами по себе И Бродский Бродский был знаком С магией Этого заклинания Именно поэтому И читал Шаман Конечно Вот что я хочу Какую-то Тему ввести Бродский На английском Дело в том Что Мне Казалось Мне казалось Когда я читала Английские стихи Бродского Что Он сам переводил На английский Что Они Абсолютно Совершенны Что Вот как было По-русски Так вот Он переложил На английский И читая Этот английский Я слышу Все Там Запахи Вот Этого Русского Оригинала Это Оно такое же Он совершенно Точно Пересоздал При этом Американцы И знающий Русский язык И не знающий Русский язык Говорили Что Ну нет Это все-таки По-английски Не то Наша покойная Знакомая Джейми Гамбрел Переводчица Мне же ее Она моя переводчица Была Замечательная Совершенно Мне ее Иосиф посоветовал У меня до этого Была другая переводчица Которую Иосиф не любил Сказала Это тебе не надо Вот это вот Нужно тебе Она прекрасная И действительно Она оказалась прекрасной И мы с ней много И плодотворно Вместе работали Так вот Я ее спрашивала Только она хорошо знала И русский Я ее спрашивала О том Что такое Английский Бродский И она говорит Ну ты понимаешь Как тебе сказать Вот Когда он Это как с Набоковым Который Сознавис себя переводил На английский Это все правильно Да Там нет ошибок Но так не говоря А в случае с Бродским Там Вот ритм не тот У нас не так У нас иначе ритм Другие какие-то Ударения оставятся Мне казалось Что это совершенно идеально И дальше Значит Я стала видеть С некоторым ужасом Что Это общее мнение Значит Американцев Которые Те, которые я знала Они обожали Иосифа Но Они не могли его понять Было Какой-то Какой-то Вечер Посвященный Памяти Иосифа По-моему Год после его Смор И меня тоже Да Значит Зазвали И я сидела На сцене Вместе с Какими-то Американцами Они еще По-моему Это был Год прошел всего Короче говоря Еще рыдание Не закончилось Там некоторые Прямо У них Голод сжимало У этих мужиков Любивших его От чувств Как же Вот он Ушел И значит Один американец Я не помню Кто А помню Его бы не сказал Он Выставил Сказал Что-то Такое Проникновенное Страстное А потом Сел на место И спросил Меня Скажите А вот Бродский Правда Был хороший Поэт Ему дали Нобелевский Верю Он правда Был хороший Поэт Я Прямо Замерзла Он был Гениальный Поэт Он был Гениальный Поэт А что Еще могу Сказать А тот Да-да Верю Я верю И мне Надо было Говорить И вот Этот Вот Эпизод Он Собственно Придал Какой-то Смысл Моему Барматанию Когда я Выступала Я говорила Именно Об этом Открытом Теросе Я люблю Вещи Говорить Прямо Не знающий Русского Бродского Вы Весь Этот Зал Вы не Знаете Что Вы Теряете Вот В переводе Да Значит Да Хорошо Да Он Страдал Да Согласен Согласен Совсем Но Чего-то Вот Вы Не Улавливаете И вот Поверьте Мне Наск Он Во-первых Он В оригинале Гей А во-вторых Он Гениалист На ваш Английский Язык Вот так Перевел И английский Язык Обогатился Вот Эти Вы Через Него Видите Вот Такая Была Штука Это Извините Я Перебил Я Гамбрел Которая Тоже Меня Переводила Я Спросил Как английский Бродского Он Говорит Потрясающе Набоков Писал На Несуществующем Английском Языке Это Был Язык Средний Это Американский Язык Английский Язык Набоков Писал По-английски Но Это Был Такой Я Говорю А Бродский На Ну Что Интересно Буквально Несколько Дней Назад Вышла Книга Новые Переводы Стихов Бродского На Английский Язык И Энн Шелбек Руководитель Фонда Бродского Лидер Она Написала Потрясающее Предисловие Об Английском Бродском И Его Сейчас Перевели Оно Висит На Колте И Я Всем Советую Его Прочесть Где Она Пишет Именно О том О чем Таня Ты Говорила Это Поразительный Факт О том Что Русский Язык Конечно Приспособлен К поэзии Совсем Иначе Чем Английский Она Завистью Говорит В русско-стикотворной Строке Может быть Три Безударных Слога Во как Они Живут Шикарно И У нас Это Невозможно И Поэтому Английский Язык Это В основном Ямбы А У Бродского Необычайно Сложный Набор Ритмики И Именно Просодия Бродского Необычайно Богатая Она Многому Научила Английский Язык И Она Говорит О том Что В принципе У Бродского Есть Чему Поучиться Он Может Повлиять На Английский Язык Так же Как Повлиял Дампе Итальянский Язык На Английскую Поэзию И Это Совершенно Нескончаемый Процесс Он Продолжается И Сегодня Бродский Ведь Требовал Большого Внимания Именно К форме И Шенберг Замечательно Пишет о том Что Именно Форма А не Содержание Были Новаторством Бродского И Это Был Его Оммаж Русской Стихотворной Традиции Потому Что Форма Была Антисоветская А не Содержание Для Бродского И Вот Это Поразительная Сила Вы Говорили Я С какой Сил Он На Людей Дул Вываливал Не знаю Что Толкал Вот Эти Все Лечи И Вот Это То Что Он Эту Самую Форму И Пользовал Как Только Мог И Привил Что Английское Поэзия Английскому Языку В чем Еще Пристоит Им Разбираться Я Не На Так Хорошо Знаю Английский Чтобы Здесь Иметь Какое Суждение Вот Помимо Этого Он Что Еще Сделал Он Настолько Повлиял На Русскую Поэзию Что Некоторое Время Она Находилась В состоянии Коматозного После Знакомства Со Всем Корпусом Поэзии Иосифа Потому Что Избавиться От Его Влияния Было Невозможно Люди Писали Ты Видел Что Это Некоторое Время Это Была Абсолютная Катастрофа Для Молодых Поэтов Скажите Про Английский Язык Еще Хочу Я увидела, что его дочь Анна Которая Естественно Пишет На Английском Тоже Пишет Стихи Известно Передалось Ей Какая-то Часть Этого Дара Какие у Стихи Мне Конечно Не Понять Насколько Это Хорошие Стихи На Английском Ну Да Мы Везде Опубликовали Целую Такую Подборку Довольно Большую Стихов И Ну Опять Я Достаточно Скверно Знаю Английский Язык И мне Понять Она же по-английски Пишет Насколько Это хорошо Трудно Но Хороший Переводчик И Судя по Русскому Русскому Варианту Это В общем Очень любопытные Стихи Они Так Не тривиальные Они Совсем Другие Вот Но Анна Мария Александра Девушка Явно Литературно Литературно Одарённая Стихи Попер Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Там немножко водки выпили. Но ему была очень важна реакция, причем даже не открытая. Он ощущал, как воспринимают его чтение и его тексты. И это для него было иногда достаточно болезненно. Но повторяю. Да, и потом, Саша, дело в том, что вы говорили о разнице. Он читал ранние стихи, не читал более поздних. Дело в том, что читать, как я понимаю, ему стихи уже этого периода от части речи и дальше таким образом было сложнее. Потому что там вот этой открытой эмоции, которая была, в общем, фактически до конца 70-х годов еще вот. И в колыбельной Тресткового мыса, и осенний крик Яслива. Это еще вот такой внутренний напор. Потом все ведь стало спокойнее. Вот эта страсть, так сказать, ушла, ушла в значительной степени, ушла внутрь. Ее нужно, так сказать, почувствовать. Поэтому понятно, что он читал те стихи, где он имел возможность выплеснуть то, что там, эту лаву, эту самую, этих стихов, стихов этого первого периода. Но опять-таки, простите, что я повторяюсь, вот это совершенно действительно особый, да, социология чтения, еще, наверное, вообще какая-то психология взаимоотношений поэта и аудитории, как читающей, так и слушающей. Это предмет особого изучения. И здесь Бродский, конечно, дает колоссальные совершенно, колоссальные возможности, как и вообще. Вот еще раз повторю, что для меня еще не очень понятен ответ на вот это безумное стремление огромного количества людей его изучать и его толковать. Потому что, очевидно, все-таки, ну, есть у него просто очень загадочные вещи, как «Столетняя война». Но в большинстве, кроме, у него же есть еще целый ряд, так сказать, совершенно прозрачных стихов, лирики, там, недаром станции, вот, эти, которые он уже ненавидел. На Васильевский остров я приду умирать. Это, наверное, наиболее популярное, известное в массах стихотворение, потому что оно абсолютно прозрачно. И таких стихов довольно много. Но не эти стихи главные для него. А вот тот такой трудно иногда воспринимаемый и загадочный мир, он, очевидно, притягивает людей. Ну, не говоря уже о том, что все-таки он все время, постоянно, с самых ранних стихов ставил роковые вопросы, так сказать, жизни и смерти. На что далеко не все поэты вообще решались. Недаром он так любил Боротынского. Он так и сказал. Он говорит, что вам нравятся короткие с энергичным размером. Сейчас я вам прочту моллюск. То есть, длиннющие стихотворение сложнейшее. То есть, он делал все вопреки дирижским ожиданиям. Когда его просили прочесть пилигримы, он так посмотрел на этого человека, что он вышел из зала. Естественно. Я помню, какой эпизод. Была конференция, по-моему, в Раткарсе. Какая-то литературно-историческая конференция. Значит, это в Нью-Джерси там их здание. Там было. И, значит, там масса какого-то, масса важняков съехала. Значит, я там тоже была. И был там же Петя Вань. И вот в президиуме, так сказать, за столом, на пенел, спели разные очень важные литераторы. И, значит, все ждали Иосифа. А Иосиф как-то опаздывал. И Петька мне сказал, он нарушенно опаздывает. Потому что смотри, посмотри на сцену. Ты видишь, там два нобережных лауреата. А он третий. Как выделиться среди нобережных лауреатов? Надо сделать все наоборот. Вот сейчас он опоздает и войдет. И все взгляды будут на него. А на этих уже насмотрелись. Они там сидят. На этих суток. И точно. Чуть опоздав, входит Иосиф Киша. Идет туда, на сцену. Все взгляды на него. Закуривает. В Америке. Закуривает. Когда все запрещено. А ему хоть бы что. А он будет делать иначе. Иначе он будет делать наоборот. Я все-таки думаю, что не этим Бродский войдет в историю. Вы знаете, Яков... Ты понимаешь, что это такие эпизоды, в которых проявляются какие-то вещи. А на самом деле нам хватает стихов. И когда начинаются бесконечные разговоры о Бродском сейчас, они все... Ну, понятно, они все сводятся к его личности. Но мне кажется, что вообще в принципе надо искать в стихах. Вот Яков говорил о жизни и смерти. Все ли поэты говорят о жизни и смерти, я не знаю. Но думаю, что многие. Я не один Бродский. Но Бродский говорил ведь о жизни и смерти совершенно иначе, чем все остальные. Он говорил о жизни и смерти с точки зрения не жизни, а смерти. И вот это делало его совершенно необычно. Знаете, когда были сороковины после его ухода, после его смерти, были сороковины, был такой потрясающий, поминовательный... Да, я был на них. Я знаю, что вы были. Вы помните тоже, чем кончалось последние четыре строчки, которые провожали все, кто оттуда уходил. И если за скорость света не ждешь, спасибо, то общего может небытия броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарить меня. Кто еще говорил о имени небытия? Вот эту броню небытия про Георгий Бродский. Я думаю, что это то, влияние Бродского огромное, но это влияние именно формальное, потому что легко подражать этому циническому стоицизму, который Бродский распространил в поэзии. И действительно, вы совершенно правы, якобы, это несчастье для поэтов, потому что он давил на всех. И я знаю, что хорошие поэты больше всего сопротивлялись не советской власти, а Бродскому. Например, Лосев, который знал лучше всех в мире стихи Бродского, он мне сам однажды сказал, я пишу только те стихи, которые заранее знаю, что они не похожи на Бродского. Я немедленно вычеркиваю. И вот это давление, это как Шекспир на английскую драму. Говорят, что и Домодругие кончилось из-за Шекспира, пока не появился Бернат Шоу, потому что он слишком сильно давил на всю английскую драму. То же самое с поэзией Бродского. И мы еще должны дождаться того момента, когда Бродский займет свое место среди классиков, как Пушкин. Нельзя подражать Пушкину, пытались, правда. Но это в свое время прошло просто потому, что уже все это проделали. И вот такая вот инфляция Бродского, кто-то мне сказал, что его насаждают, как картошку при Екатерине. Это, конечно, неправда, но тем не менее, вот это дикое, бешеное любовь и влияние Бродского, оно должно устояться, как вылиться в какую-то правильную классическую форму. Ну да, да. И, кстати, тоже уже вот говорили мы о богатстве форм. И у него же действительно стихотворные размеры в огромном, так сказать, наборе. Эти 60-х, начало 60-х годов, это стихи со строчками от одного поля страницы там до другого. Никто, никто так не писал. Но вот в пятом номере «Звезды», простите за некоторую, так сказать, рекламу, опубликовано стихотворение его «Ручей», которое никогда не публиковалось. Большое. Вы, наверное, не знаете, Сташ, его. Я видел номер, где замечательный текст Парамонова. Ну да. И номер, по-моему, совершенно изумительный, но я еще не все изучил. Вот, значит, стихи. И в 62-м году, в 62-м, 63-м, он написал три, значит, стихотворения размером, который долго не могли точно определить. Я вообще в этом не специалист совершенно, но я спрашивал там, и в конце концов нашли у Михаила Леонидовича Гаспарова, значит, в его труде, нашли, наконец, я даже сейчас боюсь воспроизвести этот, какой-то дольник с чем-то там, как-то еще. Вот им написан «Ручей», им написан этот самый «Диалог», там он лежит на склоне, ветер повсюду снует, в каждой дубовой кроне сотня водой ворон поет. И еще одно стихотворение, сейчас боюсь вспомнить, боюсь, не могу вспомнить, хотя писал только что об этом в этом номере. Так что да, кстати говоря, он ни до, ни после этим размером никогда не писал. Вот он написал, так сказать, вот три очень важных, связанных между собой стихотворения, и оставил, перешел, так сказать, на другие. Да, и для него, очевидно, это было очень важно, вот это, так сказать, экспериментирование с размерами, пробовать себя в самых разных, в самых разных вариантах. Это тоже, тоже чрезвычайно, чрезвычайно характерная для него, характерная для него вещь. Его, так сказать, его не устраивало, очень быстро переставало устраивать то, что он сделал. Он начинал, так сказать, начинал куда-то, куда-то двигаться. Извините, а можно все-таки к личности перейти? Вот вы же все его знали, недавно как раз говорили про водку. Он выпивал вообще? Как выглядели вот эти встречи на застолье? Как это было? Значит, что касается выпивал, то вот в день его, в вечер его юбилея мы с женой выпили, значит, в его память напиток, с которым он меня познакомил в 90-м году там у себя в Саут-Хидле, это ирландский виски Джеймсон. Вот. Он питал к нему, насколько тогда, во всяком случае, слабость, и очень, так сказать, его отрекомендовал. Он выпивал. Он, ну, есть там какие-то сцены и видео, и фотографии, скажем, в самоваре, где он довольно-довольно сильно выпивший, там, поет Лили Марлен, как он любил. Но алкоголь не был важным элементом его жизни. Во всяком случае, вот здесь, в России, ну, в Америке, хотя я его и видел в 90-м году, но, конечно, я некомпетентен насчет его быта там. А что касается вот жизни по 72-й год, да, он выпивал. Но, повторяю, алкоголь не был важным элементом его жизни, каковым он был у многих других, так сказать, наших общих знакомых, знакомых и друзей. А он бывал в Сайгоне, например, с Довлатовым? Ну, Довлатовы, это другое дело. Это другой... Встречались ли они там в Сайгоне? В Сайгоне они встречались? Нет, с Довлатовым не встречались. Они не были близкими друзьями здесь. Я думаю, что они стали ближе уже в Америке. Да, ну, я помню, раза два-три я наблюдал, так сказать, в компаниях, в которых были и Бродский, и Бродский, и Довлатов. но вот такого, в общем, так сказать, запойного, тяжелого, тяжелого этого самого процесса, какой бывал у Сережи, у него никогда не было. Никогда не было. Даже близко. Так что, а вообще в компании, там, на его днях рождения, все было, ну, правда, это устраивали родители, и это учитывалось все-таки. Все было, была водка, было вино, там, он любил сухое вино, но все было, так сказать, вполне, вполне прилично. И когда он, как-то он вернулся из Москвы и с большим отвращением рассказывал, как его напоили по-моему, Евтушенко с Аксеновым, если я не ошибаюсь. Евтушенко точно. Вот. И он говорил, ну, эти, как так пить, как пьют эти ребята, я совершенно не согласен. Так что, а застолье, да, нормально. Если можно, я добавлю про виски, потому что меня очень заинтересовала эта история. Я, однажды, так получилось, что Петя и я и Бродский, мы выпили у Бродского дома, сидя, разговаривая, мы выпили литровую бутылку этого самого виски Джеймса. литровую бутылку втроем. Это серьезное испытание, надо сказать. И Бродский был абсолютно нормален и не как бы одном глазу. Более того, он разгорячился и говорил ужасно и интересно. Это одна из самых трагических историй в моей жизни, потому что мы записали четырехчасовой разговор с Бродским на кассету, когда мы писали книжку 60-е, и он разошелся и был совершенно в ударе. И эта кассета пропала. Это я никогда сегодня не хочу. Но это действительно было замечательно и виски он очень и очень любил. И с другой стороны в самоваре он пил водку. И я спрашивал Романа Каплана, владелец самовара, что любил Бродский. Он говорит, больше на самом деле он любил пельмени и гуся. И, конечно, под это дело он любил водку и не виски. Прокомментируем. Значит, мы ехали, мы с мужем ехали в Нью-Йорк из Принстона, где мы жили. Я забыла, почему мы, я не обстала. Ну, в общем, короче говоря, там какая-то погода была ужасная и попали в трафик невероятный. В Америке как плохая погода, так сразу, значит, затык. Пробки и, в общем, просидели чуть не четыре часа вместо полутора в машине и доехали до Нью-Йорка. Мы почему-то должны были пересечься с Бродским, но опоздали на нужную из-за трафика и опоздали на нужную часть. Короче говоря, измученные и совершенно в ужасном виде мы постучались к нему, извиняясь за то, что мы вот так вот сваливаемся. И что же? Он нас накормил пельменями. У него были пельмени, он устал их людей. Он сделал пельмени, ступчики, там какой-то бульончик, он туда пельмени накрошил. Были лучшие пельмени в моей жизни. А что касается выпивки, то я только помню одну. На одном из его дней рождения я была с младшим сыном Алексеем. И да, он действительно любил подходить к молодым людям и как-то что-то их спрашивать. Ему интересно было это молодежь, а сын был 15, наверное, в тот момент. И Бродский, значит, спрашивает его, какая рифма, к слову, сковородка? Он говорит, не знаю. А Бродский говорит, скоро водка. Ну да, есть интервью в одном из сборников интервью, интервью профессора Вирека, который его и сосватывал в свое время вот в самом Саутхедле, где он пишет, что очень, он к нему с большой любовью к Бродскому относился, но он иронически пишет, что вот Иосиф считал считал себя большим специалистом по виске, хотя на мой взгляд он мало что в этом понимал. Но это уже, так сказать, спор славян между собою, да, американец, который, очевидно, ну, свои другие, другие представления. Хотя ирландский виски вот с тех пор я, у меня вот стоит бутылка специально для того, чтобы выпить и его вспомнить. Это все разные культуры еды, питья, написание стихов. Это действительно разные совершенно основа. То есть с одного в другой можно, конечно, переплывать каким-то образом, но это разные вещи, потому что от того, что ты пьешь, зависит от того, что ты ешь. Правда, Саша? Ой, чувак, я терпеть не могу виски, и пил его только из Довлатова. И Довлатов как раз виски не пил. Я пил его только из Обродского и нашего товарища Гендера, который считал, что это высшее достижение цивилизации. Я люблю водку с селедкой. Да, потому что виски, он не предполагает закуски. Ну, орешки, например, ну, какой-то чипс, может быть, где-то, но все, ты не закусываешь, ты просто напиваешься. А водка, это же часть еды, это тот огонь, которым ты, собственно, освещаешь еду. она работает не как средства, как душ, мозг. Как мне сказал один мой товарищ, он стал мормоном в Америке, мой школьный товарищ, он сказал, что водка, конечно, безвкусная, но все с ней вкуснее. Там, это не терпывающий ответ. Жидкость, безвкусие, цвет и запах. Да. И все, весь ней мир становится прекрасней. Тоже, можно сказать, и о поэзии. Ну, вот, если вспоминать, опять-таки, эту нашу с ним выпивку в 90-м году, то закусывали мы котлетами с гречневой кашей. Татьяна, никаких орешков у него не было. Значит, его добрая знакомая, преподавательница этого же колледжа в Саут-Херле, значит, русская, она ему готовила, он жил один в этом самом своем доме, она ему готовила гречневую кашу с котлетами. И это то, вот мы к нему приехали с женой, и это было, так сказать, главное, главное, главное блюдо. Но, что касается этого дома, вот, Саша вспомнил, вы знаете, это очень забавно, потому что, когда я зашел туда, в эту главную, вот, внизу, это же двухэтажный такой дом, комнату, мне показалось, что я захожу в его избу в Норинском, потому что, вот этот наворот, во-первых, деревянный потолок низкий, и на ворот валяющиеся какие-то вещи, ну, только что спального мешка не было, который был в Норинском, но очень, как-то он воссоздал себя в этом деревянном доме, эту деревенскую, деревенскую атмосферу. Это было очень любопытно. Мне, вот, в наш колледж приезжал, это, Скидмор колледж в городе Саратогу-Спринц, на севере штата Нью-Йорк, он приезжал туда выступать, и он читал стихи, и вот он читал, тоже читал по-английски, потому что, понятно, там никто по-русски не говорит, читал много, и страшно устал, и потом, значит, вот приглашавшие, это мои друзья, профессор, его жена, они потащили всего к себе, там, ну, попить, поесть. В основном, красное вино, не помню, что мы ели, сыр, наверное, на тарелке, кругом. Он, он так устал, он был абсолютно белый, вот, на него было, в общем, мне страшно смотреть, совершенно, он отличался от людей вокруг, они, что розовые, а он был абсолютно белый. Вот, и после этого, значит, вот выпили, красное вино выпил, а потом его отправили ночевать, в такой, значит, как бы гостиница для своих, дом, такой университетский, и мы там же ночевали, в одном из номеров, и он, и он так там оголодал, что говорит, давайте еду искать, не накорми толком, и мы по холодильнику, на блехалатинке, мы с ним шарили по холодильникам, доставая все, что могли. Такой вот был удивительный, удивительный эпизод, я запомнил, далеко, на каком-то американском севере, вместе с Бродским, по холодильникам, в гостинице шарим, и он говорит, вот курочку вы сейчас, курочку с лапшой, ломейн, вот такой курочку. Бродский очень любил китайские рестораны, и Лосев рассказывал, что они сидели в китайском ресторане, в Нью-Йорке, Бродский прекрасно знал все китайские рестораны, но все знать невозможно, но многие, они заказали порцию жареных креветок, и съели, и понравилось, они сказали, вторую порцию, и съели ее, они сказали, третью порцию, и зал, зэк аплодировал. Александр, скажите, чем такой особенной была набережная неисцелимых, что она так вошла в ее творчество? Вы знаете, Венеция Бродского, это зимняя Венеция, это Венеция упадка, это Венеция, которая живет на обочине собственной самого себя, вот Бродский был человек серебряного века, Бродский был человек, это любопытно, он всегда предпочитал не первых, а вторых, не Пушкина, а Боротынского, скажем, не Моцарта, а Гайдена, и это очень характерно, что у него письма римского друга, это тоже Рим периодового упадка, если у него династия Мин, то это не самая яркая династия Мин, Таан, Миссун, а это уже поздняя династия, то есть Бродский был конец цивилизации, и вот Венеция, в том виде, в котором мы ее видим в январе, это как раз и есть сладкий упадок, для того, чтобы узнать, что был рай, нужно из него уйти, вот это вот ушедший рай, с тех пор, как Бродский открыл эту великую тайну, что в Венецию нужно ездить только и только исключительно в январе, я так всю жизнь не делаю, потому что в январе все в два раза дешевле, и в январе, наконец, появляются венецианцы, они выползают из своих щелей, где они прячутся туристы круглый год, и ходят по Венеции, это в первый раз ты можешь увидеть город так, но не таким, каким он был, но таким, каким он бы мог быть, если бы прогнать всех туристов, для этого понадобился вирус, и вот Бродский в Венеции, это именно такое состояние жизни, у него в этой, в этом эссе, не знаю, как его назвать, это такая поэма в прозе, у него есть один такой момент, я, он пообедал в ресторане рыбном, шел, с тела солнца, и он говорит, я как кот, налопавшись рыбы, абсолютно счастлив, я думаю, что это самое счастливое место для городского в мире, и это чувствуется его полностью. Мы сейчас выходим на набережную неисцелимых, вот, эта маленькая улица ведет из очень тихого райончика, где фактически нет туристов, что очень удивительно, потому что такое ощущение, что этот город стоит только из туристов, и тех, кто что-то для них делает, потому что иначе мне совсем непонятно, как здесь можно жить. На 50 тысяч местных жителей здесь 25 миллионов туристов, представьте себе, что это такое, вот, та самая набережная. Набережная была переименована из набережной корабля, что означает неисцеливную, в набережную Затера, и только через много лет, уже после того, как Бродский получил Нобельское премиум, ей снова куску точнее этой площади присвоили звание инкурабили, вот. Это она. Вот Затера глинкурабили, оба названия. И вот табличка, сообщающая о том, что Бродский воспел в набережной в своих стихах. Бродский 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 Конечно, но надо сказать, что Пушкин был для него чрезвычайно важен. Он просто меньше это, так сказать, декларировал. Ну, понятно, потому что, ну, что Пушкина? Пушкина любят все, а Боротынского не все. Но надо сказать, что у него же масса таких скрытых цитат пушкинских, отсылок к Пушкину. Скажем, по-моему, это 60-й год, петербургский роман, большая его первая вещь, она вся пронизана пушкинскими реминесценциями. Ну, а это самое, в общем, программное, можно сказать, стихотворение перед памятником Пушкину в Одессе. В котором он себя с ним сопоставляет. Так что это тоже, это тоже было для него важно. А Боротынского, да, он нежно, нежно любил. И, как известно, как сам утверждал, что, я думаю, не совсем верно, что именно почитав Боротынского, он понял, значит, кем он должен быть. А это был уже, это 61-й год, он уже вообще писал стихи. Но, тем не менее, ну, он же, так сказать, биографию свою так лепил, лепил очень-очень точно и со смыслом. Да, но он уже говорил, что это русская тоталитарная традиция назначать одного главного поэта Японии. Ну, да. Его это ужасно раздражало. Он говорит, что почему один, почему Пушкин? Должно быть много, это просто неправда. И он был очень щедр на комплементарные слова самых разных поэтов. И тут надо было быть, конечно, очень-очень осторожным, потому что главное нечего чего-нибудь не ляпнуть, как это со мной случилось, когда я сказал, что Заболоцкий после Столбцов уже не был таким поэтом. Как он разозлился, сказал, что вы ничего не понимаете. Он именно после Столбцов и стал к настоящим поэтам, потому что там есть поздним Заболоцком, есть все, что есть в раннем, плюс сдержанность чувств. И я уже теперь, я уже боюсь даже думать об этом. Так что надо было знать. У него были очень личные отношения с каждым поэтом. Да, но вот сдержанность чувств – это очень важная, очень важная для него формула. То, к чему он пришел в какой-то момент. Он говорил, мой любимый цвет – цвет воды. Это, по-моему, лучшее, что можно сказать об росте. Цвет воды. Скажите, как вы думаете, почему он не вернулся, когда мог? Да, это традиционный, традиционный вопрос. Вы знаете, мне в последнее время пришлось как минимум трижды на него отвечать, поэтому я в некотором затруднении. Значит, я постараюсь коротко это сказать. Ну, вот мне интересно, как мнение Сашина на эту тему. Три. Ну, мы обсуждали с ним это, потому что однажды он ведь чуть-чуть не приехал. Он мне позвонил, сказал, что, знаешь, я… Это был год 94-й, 95-й уже. Я завтракал с Собчаком, и он меня уговорил. Вот я согласился, я приеду. И вы там решите, там, как, что… Ну, в общем, он довольно быстро одумался и прислал письмо. Антон Александрович очень милая, вежливая, такое, с просьбой повременить. Вот. Но три, собственно говоря, можно так схематизировать это, структурировать. Во-первых, медицинский аспект. Ведь для него это было бы колоссальное потрясение, колоссальный стресс. Приехать в город, где уже нет его родителей, которых он не смог похоронить. И все, так сказать, возвратить все. И после двух инфарктов, двух все-таки операций на сердце, это было довольно рискованно. И, в общем, мы как-то очень боялись этого. Но, думаю, что даже это было не главное. А, может быть, главным было то, что он, и он об этом говорил даже, он не знал, как себя вести, приехав. Я не могу въехать в свой город на белом коне. Потому что понятно было, что будет жуткий ажиотаж. Приехал знаменитый человек, которого, ну, Ося, которого мы все знали. И тут масса людей, которые бы претендовали на встречи с ним, там, знакомых, полузнакомых, не очень знакомых. Как себя вести в этой ситуации, как знаменитость? Он очень чувствовал фальшь поведения. Он был очень щепетилен в этом отношении. И он вот безумно боялся попасть в неловкое положение, в глупое положение знаменитости, которая явилась, понимаете, вот в свой город. И третье тоже важное. И он даже как-то вот более-менее понятно мне об этом написал из Стокгольма, описывая Стокгольм. Когда он уезжал, город был для него чрезвычайно важен. Не знаю другого такого поэта, ну, Лок, там, понятно, там, отчасти Пушкин. Но для него город был чрезвычайно важен. Он очень культивировал вот свои отношения с городом. И уехав, он увез с собой город своего детства, своей юности. И, как я понимаю, с этим представлением, в общем, и жил. И он понимал, что если он вернется сейчас, он вернется в совершенно другой город. И он, очевидно, боялся, что будет разрушено вот то драгоценное для него, что он увез с собой. Вот эта память о городе, в котором он вырос. Вот он всего этого чрезвычайно опасался. Знаете, это абсолютно исчерпывающий ответ на вопрос. Я никогда не слышал этого. Но это совершенно замечательно про белое, на белом коне вернуться. Потому что я почувствовал в ваших словах уже есть этот испуг фальши. Потому что Бротт должен был переехать в Петербург как Хлестаков, как ревизор. Это же ужасно. Но на самом деле, конечно, трещин, наверное, было много. И Бродский, которому задавали этот вопрос все, и я в том числе, придумал один ответ универсальный, который годится для интервью. Знаете, коротко и смешно. Он сказал, приезжать имеет смысл на место преступления. Там деньги зарыты, а на место любви приезжать не до чего. Ну да, да. А я, конечно, тоже задавал этот вопрос где-то, наверное, в 90-м году. В общем, как и в самом начале 90-х. Да, я с ним познакомилась в 88-м году. А потом я вернулась в Москву. А в Москве шел такой бум любви к Бродскому. И меня в числе прочих пригласили на какое-то выступление, на какой-то сцене, какого-то ДК Зуева, не знаю что. И немножко было дико все это, потому что я просто познакомилась с ним, и больше ничего. Я его не подруга, я ничего про него не знаю. У нас нет никакого общего, ни прошлого, ни настоящего. Тем не менее, люди хотели посмотреть на тех, кто видел Бродского. Это, понимаете, Арсей, он сходил в ад, потому что Америка же она по ту сторону океана, это Запад, это там уже, там не живут туда, значит, навсегда уезжают. Как вы сказали, это таможенцы сказали, тут говорят, прощайте. Так вот сказали, прощайте, и потом буквально единицы, включая меня, туда съездили, вернулись и говорят, слушайте, там есть жизнь, они живут хорошо, они, значит, улыбаются, они топят камин, значит, гладят кота. Так вот, я должна была выйти и рассказать про это. Это было что-то невероятное, я, значит, что-то там бормотала, роль такая неловкая, и зал бы, да, дышал прямо, и скрикивал, и волны шли по залу. Я была человеком, видишь, просто. И вот я, значит, когда снова поехала в Америку, вот я говорю, 89-90, так как-то. Я его и сказал, вот Иосиф, почему мы не вернем, вот еще такое прочее, тоже пристал. И вот вас так любят, рассказал ему про это все, ему это все было крайне поперек. Мне было бы неприятно, что вот он под эту волну попадет. И я говорю, слушайте, а вот давайте так, а вот давайте инкомнито. Вы так, приезжайте инкомнито, там до Финляндии или до Швеции, потом сюда, и походите, посмотрите. Может быть, вы захотите зайти к кому-то одному. Зайдите звонок, украинский звонок, украинский звонок, украинский звонок, а там вы. Вот инкомнито, правда, было бы замечательно. И вдруг у него прям, у него взгляд развернулся внутрь. Он увидел город, он увидел, как он по нему идет. Он увидел себя каким-то вот прежним, молодым. Это все произошло с ним, уже ряд волшебных изменений, милого лица, это было ему доступное искусство. И он так смотрел куда-то и говорит, да, замечательно. То есть он не мне отвечал уже, он отвечал вот этому себе, была дому, который вот идет куда-то по вонючим питерским этим кошачьим замок, лестницам, каким-то черным ходам, и войлок с дверей свисает, да, и звонок на половину вырвут, и он у него звонит. Да, и все прошло, и наваждение прошло. Знаете, в 90-м году я приехал первый раз после эмиграции в Москву, в Россию, и попал в независимая газета, тогда была самая главная. И там шел горячий разговор о том, как заманить Бродского в Россию. Поскольку, как Таня правильно сказала, каждый человек, который видел Бродского, сразу повышался в чине, он сразу получал офицерский чин. И они, значит, спрашивали так, как вы думаете, если мы выпишем из Франции устрицы, приедет ли Бродский? Я ничего не выдумываю, клянусь. Клевать на червя или на муку? А устрицы именно в независимой газете считались пушиной, по-видимому, кулинарного блаженства. То есть, ну, кто ел устрицу, тот ну вообще. Они устроили поедание устриц, и все за это стали презирать, и писать про них, и клевать в их сторону. Я думаю, что устрица – это был символ того, что вернулся XIX век, что все будет как пушку. Нет, просто самое дорогое, что можно было представить, когда люди жили по талону. Ну, или почти. Вдруг они в независимой газете стали есть устрицы. Кажется, там были, подавались устрицы, там, избранным каким-то журналистом, но не было ножей для открывания устрицы. Ну, то есть, мартышка и очки. В Википедии пишут, что он в том числе американский поэт. Американцы считают его своим поэтом? Ну, как они могут не считать, если он был поэтом-лауриатом? Конечно, Бродский уходит в элиту. Более того, считается, что Бродский создал своих нобелевских лауреатов, которые благодаря ему получили нобелевскую премию и поддерживали его представление о поэзии. Например, Дерри Колка, это один из его пациентов, так сказать. Так что, конечно, у него есть абсолютно огромный пиетет. И этот пиетет весь основан не на стихах Бродского, а на его эссенистике. И Бродский сам считал, что его эссе – это стихи на английском. Это то, что он может сделать. Потому что, как тут все говорили, его поэзия, конечно, очень плохо переводится. Дело не в том, что поэты стали такими глупыми, что не умеют пользоваться старыми размерами. Дело в том, что они уже все использованы и затасканы. Английская поэзия на тысячу лет старше русской поэзии. Она уже все перепробовала давным-давно. В XIX веке еще писали репоменными стихами, и Теннисон был самым популярным писателем. Не проза, а стихи были популярными. Но все это было уже позапрошлом веке. Поэтому, конечно, для Бродского в стихах это было мучение. Поэтому он любил, когда его переводили на славянские языки. Вот у меня моя переводчица на сербский переводила Бродского. Она сказала, что он был в восторге этих переводов. Говорит, они звучат как по-русски. Правда, потому что это славянский язык. Но его авторитет в качестве среди вот этой университетской, узкой университетской поэтической среды, она страшно узка в Америке. Да, впрочем, как и в России теперь, наверное. Она, конечно, огромная. Бродский – это вершина. Это не значит, что его продают, это не значит, что его читают. Но это значит, что престиж его огромен. Просто ты скажи два слова о том, что такое поэт-лауреат. Потому что в России такого нет. Поэт-лауреат – это должность, которую американцы заимствовали англичан. Еще у Байрона есть стихи «Боб Саутит» и «Поэт-лауреат». И дальше он объясняет, какой негодяй, потому что он согласился на эту должность. А должны были выбрать Байрон. То есть поэт-лауреат – это человек, который представляет стихи, пишет стихи для государственных нужд. Это очень любопытная позиция, потому что в Англии 19 века надо было время от времени говорить стихами с королевы, скажем. И в Америке нужно говорить стихами непонятно с кем, но нужно. И вот тот год, когда он был поэт-лауреатом, Бродский относился к своим обязанностям чрезвычайно щепетильно. Им очень нравилось это положение. Он был очень гордым. И он пытался сделать все для того, чтобы стихи вернулись в жизнь, американскую жизнь, вседневную. А именно, он придумал две вещи, которые… Одна из них точно осуществилась – вешать стихи в метро. Это поэзия «Poetry in motion». И действительно, я видел стихотворение Бродского, которое висело в метро. Это так приятно на английском языке. Он его написал по-английски. И у меня… Спустя годы это реализовали в московском метро. Уже. Но это был… Но первый был Бродский. И второе, что он создал, он хотел создать, чтобы в каждом отеле лежала антология стихов рядом с Библией. Вообще, в американском отеле должна лежать Библия. Библия издания «Гедеон» есть такой издатель, который бесплатно распространяет Библию. Иногда это может быть еще и мормонская Библия. Такая со мной тоже была. Но он хотел, чтобы рядом лежала антология стихов английских. И он составлял эту антологию. В общем, он связывался с людьми, которые должны это распространять. По-моему, из этого ничего не вышло, но идея сама по себе очень правильная. И в газетах он считал, что нужно писать стихи. Вообще, он был уверен в том, что стихи – необходимая часть жизни. И как поэт лауреата, он делал многое для того, чтобы это осуществилось. И он был, конечно, одним из лучших поэт лауреатов, потому что с тех пор были разные. Но один был, например, Билл Коллиц, очень знаменитый английский поэт, который сказал по этому поводу следующее. Когда его выбрали по летам лауреатам, он сказал «Моя задача…» А он, между прочим, переводчик Данте, ни больше, ни меньше. «Моя задача заключается в том, чтобы стихи писали не только профессор Хиггинс, но и цветочница Элизан Дулиттл». И он говорит, я счастлив, что это произошло, когда появился рэд. Потому что у них широкие представления о поэзии. Он возвращает нас назад к разговору о броском, ушедшем в молодежь, в народ и в поп-культуру. Ну, шире говоря… Музыкальную культуру. Музыкальную, да. То есть его поют, его поют. И я слышал чуть-чуть, мне это… Ну, это не мое совсем, скажем так. Просто потому, что я вообще не люблю, когда стихи как-то поют. Ничьи. Никто. Никто. Мария Кролас пела бы читать стихи, и то бы мне не понравилось. Вот стихи, вот музыка. Но, тем не менее, это же все страшно популярно и востребовано. Мы хотели бы звать кого-нибудь, исполнить нам. Просто не получилось на сегодня это сделать. А так людей-то таких много, которые его исполняют, распевая. Не знаю, что бы он сказал. Интересно просто, что есть такой формат, как, я не знаю, трибьют, или как это сейчас называется, когда собирается группа современных музыкантов, которые, например, там, перепевают песни Цоя, или там, песни Квин, или песни кого-то еще. И вот сейчас есть то же самое, но про Бродского. Вот в его день рождения был фестиваль, когда собрались музыканты. Это были и рэп-исполнители, и рок-музыканты совершенно разных жанров, которые выбрали себе каждое по стихотворению и положили на музыку и спели. Кратино, да? И слово «в музыку вернись». Это Мандельштамт сказал, между прочим. Ну да. Но Бродского это точно не понравилось. Нет, он этого безумно не любил. Он не любил самодеятельности, или он не любил просто в целом... Он не любил, когда его поют, и, в общем, не любил, когда его читают. И, ну, очень хорошо его, так сказать, некоторое время, довольно длительное, очень хорошо, и читал его Михаил Казаков. Причем читал его в тот период, когда Бродский был категорически запрещен. И он попросил меня, значит, он хотел выпустить диск чтения своего стихов Бродского. Попросил меня, чтобы я спросил, значит, у Иосифа разрешение от его имени. Я позвонил Бродскому. Это, я думаю, это был где-то конец перестройки, где-то там 89-й что-нибудь год. И позвонил и попросил его, значит, написать, чтобы был какой-то документ. Он прислал мне письмо, ну, там, да, он Казаков, конечно, сослужил, там, он вот читал, там, да-да-да. Но, говорит, и пусть, пусть он выпускает, но, с другой стороны, при живой-то жене. И я имел глупость Казакову передать эту фразу, и он безумно огорчился и обиделся, и потом неоднократно это повторял. Ну, понятно, Бродский считал, что его стихи должен читать он. Бобо мертва, но шапки не долой. Чем объяснить, что утешаться нечем? Мы не проколем бабочку иглой, адмиралтейство. Только изувечим. Квадраты окон, сколько ни смотри по сторонам, И в качестве ответа на что стряслось, Пустую изнутри открой жестянку. Видимо, вот это. Бобо мертва, кончается среда. На улицах, где не найдешь ночлега, белым-бело, Лишь черная вода ночной реки не принимает снега. Бобо мертва. И в этой строчке грусть, Квадраты окон, арок полукружья, Такой мороз, Что, коль убьют, То пусть из огнестрельного оружия. Прощай, Бобо, Прекрасная Бобо, Слеза к лицу разрезанному сыру, Нам за тобой последовать слабо, Но и стоять на месте не под силу. Твой образ будет, знаю, наперед, В жару и приморозе ломоносе Не уменьшаться, Но наоборот, В неповторимой перспективе Росси. Бобо мертва. Вот чувство, Где лежу доступное, Но скользкое, как мыло. Сегодня мне приснилось, Что лежу в своей кровати. Так оно и было. Сорви листок, Но дату переправь, Нуль открывает перечень утратом, Сны без Бобо напоминают явь, И воздух входит в комнату квадратом. Бобо мертва. Хочется, Уста слегка разжав произнести, Не надо. Наверное, после смерти Пустота вероятнее И хуже ада. Ты всем была. Но потому, Что ты теперь мертва, Бобо моя, Ты стала ничем, Точнее, Сгустком пустоты, Что тоже, Как подумаешь, Немало. Бобо мертва. На круглые глаза Бедгоризонта действует, Как нож. Но тебя, Бобо, Кики, Или Заза Им не заменят. Это невозможно. Идет четверг, Я верю в пустоту. В ней, Как в аду, Но более херово, И новый Дант Склоняется к листу, И на пустое место Ставит слово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok